Дом номер 23 по улице Гусева большой по меркам районного центра. Трехэтажный, трехподъездный, 1988 года постройки, он считается одним из сторожилов в Корсуне. Капитального ремонта не было с момента ввода в эксплуатацию. За десятки лет шиферная крыша настолько износилась, что каждый дождь оборачивался для жителей огромной проблемой и попыткой сберечь имущество. У нас была протечка в квартиры третьего этажа и все время жаловались. У нас в двух подъездах сильно. Даже вот в третьем подъезде в коридор вода текла. Кроме квартиры коридор текла. Поэтому всегда обращались ко мне жители этого дома, чтобы помочь каким-то образом войти в программу, чтобы нам починить хотя бы крышу. По региональной программе капитального ремонта работы могли сделать лишь в 2026 году. Но собственники не отчаялись и пригласили эксперта для проведения экспертизы. На ее основание ремонт перенесли на 2020 год. Строительно-монтажные работы на всех этих объектах заняли чуть больше двух месяцев. Теперь скатная крыша как новенькая. Потратили чуть более трех миллионов рублей. Контроль отделом ЖКХ ведется пристально. У нас есть отдел капитального строительства. Тоже человек со строительным образованием, который тоже и сметы помогает, и контроль сегодня делает на этих домах. Ну и жители. В каждом доме есть совет дома, который пристально сегодня уже наблюдает именно ремонт и сразу же сообщает о каких-то недоразумениях или просьбах. Ремонтировать скатные крыши можно в любое время года. Как отмечают специалисты, зимой работать даже удобнее, так как риск протекания из-за осадков сводится к минимуму. На сегодняшний день в Корсунском районе завершили работы в восьми домах. Капитальный ремонт инженерных систем крыши фасадов в Ульяновской области завершен на 75% от плана. Благодаря выполненным преобразованиям свои жилищные условия смогли улучшить более 15 тысяч человек. На эти цели из регионального фонда капитального ремонта направили 409 миллионов рублей. Анна Тищенко, Данил Сурков. Новости Улправда ТВ из Корсуна.